добрый день меня зовут олег садовский я предприниматель и сегодня у нас гостях владимир зыбкин поэт бард и я хочу задать сегодня вопрос что такое быть добрым нужно ли быть добрым вот очень часто я уже не говорю за там когда на работе но даже в воспитании детей мы со всех сторон слышу нужно быть строгим нужно быть серьезным чтобы ребенка не разбаловать но эта строгость очень часто граничит какой-то злости с наказанием но мы я не под я для себя и в общем не понимаю правды нужно ли быть добрым везде во всем или есть места в воспитании допустим где нужно быть вопрос вопрос действительно очень простой и очень трудный потому что как мы понимаем добро и что такое добро если отец хватает за руку ребенка который лезет в резетку для ребенка это не добро для ребенка это ограничение его возможности это притеснение со стороны родителей он хочет вот эти две дырочки что-то вставить и потом посмотреть что будет потому что родители что-то включать плакать будет реветь будет если мы ударим вот ударить ребенка нельзя но запретить ему можно вот этот запрет есть добро с точки зрения ребенка может быть это не добро как бы это для нас добро это то что мы хотим как мы понимаем чтобы к нам относились как мы это понимаем значит а у хирурга который вынужден что-то вырезать там что-то разрезать у него представление о добре немножко другое то есть здесь нужно говорить об другом категории философские это одно а практически реальная жизнь это другое сердце у человека может быть доброе а может быть не очень и вот этот момент какие мысли нас посещают что мы желаем другим людям вот это показатель добра или зла чтобы все они пропали глаза моих не видели значит вот это уже я зло я с вами не соглашусь очень часто как люди злые когда потом оправдываться да я для тебя это говорит хотел ну это очень сложно дело в том что бог все видит все знает значит и видно человека согласитесь видно человека доброго конец терпеливого выдержанного начать очаг который обладает смиренно мудрим то есть умеет держать себя в руках это сильный человек добро это особая сила зло это особая слабость зло это проявление слабости зло всплески это отсутствие добра это 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 какой-то истерический поиск добра которого нет вот когда ребенок плачет голодный ребенок плачет мы все вот знаем как это выглядит он он есть хочет его нужно его качают ему хлопают ему показывают картинки он плачет он хочет есть у него есть природная потребность в пище вот у души человека есть природная потребность в добре и люди ищут добро вот они слезы текут смотрят какой-то сериал какой-то тупой совершенно сериал и где там про любовь кто-то про любовь или кто-то там жертвует собой ради кого-то люди плачут это добро это добро она проникает вот я не такой у меня такого нет это вызывает какой-то резонанс внутренний добро божественно оно абсолютно зло относительно условно и временно и люди не имея абсолютного и вечного вот они бедные страдают все же есть какой-то компас в обычной жизни как вот ну себя отслеживать да нужно чтобы как я выгляжу внешне значит если я хочу знать как я выгляжу внешне я должен хотя бы периодически заглядывать зеркало так если я хочу знать как я выгляду выгляжу внутренне я должен заходить в церковь я должен обращаться к богу я должен смотреть на святых и тогда я смогу что-то в себе поправить то есть для обращать внимание на людей которые примеры добра вот примеры добра их помнят этих добрых людей например там знаменитый доктор газ который ходатайствовал о заключенных в эти кандалы и которые ходили растирали ноги они не доходили до места заключения они умирали на от гноений от различных заболеваний от истощения и доктор газ посвятил свою жизнь тому чтобы облегчить хоть немного участь кого преступников он за преступников сделался когда-то им доктор газ не русский человек и но он признан он как и канонизирован значит как добрейший души человек да как святой и смотрите на могиле его написано спешите делать добро а большинство людей на совершенно не нужно это равнодушно ну преступник но собаки собачья смерть то есть чувствуете вот это жестокосердие отсутствие понимания добра это добро у вас больше это как работа да добро это работа на ближних ради бога вот-вот ради бога это не просто типа состояние такое нет конечно это не благоженное состояние нирваны какой-то улыбка такая я тебе желаю любви добро это работа это борьба с самим собой ради кого-то это преодоление не как я хочу вот это есть добро божественно христос принес эталон образец добра какой он должен ну допустим я как дети играют в детстве играют когда-то были фантики такие золотистые бумажки это золото понятно что это не золото а дети играют они себе представляют и воображают так люди мира сего до призыва это добро ну какое же это добро вы сравните с тем что сделал христос как он пострадал невинный за виновных как он за преступников сделался ходатай вот это добро выше реальные поступки высшей пробы да это 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 а наше добро но она такая смесь что там ну это очень сильно в моей по крайней мере голове сейчас разбивают шаблоны потому что особенно и там после каких-то занятий или чего все там говорят желаю вам любви добра и кажется что человек очень такой обожествленный послушайте если действительно человек пропитан добром и так говорит вы удивитесь это будет работать потому что такому человеку тянутся люди чувствуют искреннее добро или маску добра люди это ощущают и и вот почему идут в театр на этого актера на этого актера почему он проживает действительно он отдает себя на сто процентов а вся остальная компания это так ломают комедию кривляются это не актеры это просто люди зарабатывающие деньги если человек делает добро за деньги из крысных побуждений то это условное добро это относительное добро понимаете о чем идет речь поэтому абсолютное добро есть и она вечно и она неизменно но с богом связано а у нас хоть немножко относительного подсобрать бы сравнить бы себя изнутри изменить то есть подлинное добро внутреннее а внешне но естественно она проявляется и как-то внешне но это не значит что добрый человек не может выйти из себя накричать значит или застрелить кого-то нет вот и проклясть кого-то чтобы вам гореть в аду нет вот это вот это нет но не может добрый человек почему у него сердце другое хорошо спасибо владимир у нас сегодня был владимир зыбкин мы говорили про добро какое на самом деле подписывайтесь на канал ставьте лайки и обязательно пишите в комментариях чтобы вы хотели услышать следующих сериях или вдруг какие-то может быть непонятные вопросы всем пока спасибо с вами был олег садовский